Добрый вечер, дорогие друзья! Я очень рада, что вы пришли на встречу с Антарктидой. Далёкий шестой континент, обледеневший миллионы лет назад, забыл, наверное, человеческую теплоту. Но наши русские ребята зимуют там ежегодно. Пятнадцать месяцев в году, пятьсот ребят, разбросанных на всех станциях, и ни одной женщины. Мы, десять человек, решили добраться до шестого континента. И не просто добраться, а встать на лыжи и впервые в истории Антарктиды дойти от побережья на полюс холода. Но Антарктида не принимала нас вначале. Шли мужские споры. Взять, не взять их, взять, не взять. Мужчины пятнадцать месяцев, женщин не видели, а тут десять. Опасно. А у нас идёт всем полным ходом подготовка. А со мной вообще случай, то ли брать журналистку, а то, может, лучше не брать её туда, ещё напишем. Ведь в итоге написала, тайну экспедиции раскрылась. И вот, наконец, решилось. Принято решение. Институт Арктики и Антарктики объявил, пустить девчат в Антарктиду. И мы летим. Но перед этим, перед тем, как вылететь, я металась по квартире. Что делать-то? Делать-то что? Ну нет, мы уже дома. И он ничего не знает о моём вылете. А потом подумала, после драки, пулаками, не маша. Взяла лист ватву на красный фломастер и написала. Ушла в Антарктиду. Буду весной жена. И чтобы немножечко смягчить удар, поставила на столе бутылочку пенечка. И вот мы на далёком шестом материке. Станция молодёжная. Нас встречают бородачи. Ну какие! Я таких бород жизни не видела. Рыжие, чёрные, с просьбой, седые, длинные, короткие, пушистые. Совсем никакие. Но все бородачи полярники. Они смотрят на нас. А мы для них всё единое. Воплощение всех женщин сразу. И они готовы сделать всё, что угодно по нашей просьбе. Столовая очередь полярников сразу в сторону. Чтобы у нас женщины стояли. Да никогда! Да у нас вот так женщины никогда не стоят. И мы пробуем настоящий полярный борщ. И нужно его съесть до конца, иначе обидешь повара. А у него слёзы уже в глазах от любви к нам. И здесь, на молодёжной, я впервые столкнусь с удивительным человеческим качеством. Откровение. Не сразу поняла истоки его. Откуда? И только потом. Позже до меня дойдёт, когда я сама отмучусь на этом мудрике. Я пойму, что Антарктида не просто коварна. Не просто опасна своими стоками, ветрами, морозами и длинными полярными ночами. Она выдувает, выхолощивает из человека всё плохое, всё умностное, оставляя главные черты – надёжность, доброту. И если хотите, детскую доверчивость. И когда я приехала к ним, пришла вот в эту первую же каюту, к полярникам, я увидела эту детскую доверчивость в глазах. Заметила, что почти в каждой каюте, так они называют свои комнаты, гитара, и спросила, «Ребята, а у вас что, на зимовку берут тех, кто умеет играть на гитаре?» Мне вполне серьёзно. Полярники сказали, «А вы не смейтесь, когда наступает полярная ночь, да и звук гитары, звук гитары, согревает души, кстати, вы же пишете стихи, ну вот, пожалуйста, для нас, для станции молодёжной песню напишите». Я написала песню, родисты с радостью стучали её на большую землю, и надо же, через три дня маяк словили большую землю на молодёжке, и звучит песня о гитаре, маяк-песня, музыка Владияра поёт вот и я у гитары моей у гитары. У гитары моей, у гитары, звук струны не подластья и печаль, не обманет гитара в сомнении и ни в радости ни в огорчании. Обниму, ударю свою жажду у прохладного, логикого старого. Ой, гитары весенние песни, мне об осене петь ещё рада. Я ещё не успел надышаться, родниковый манипенсор, напиться. Я еще не нашел той дороги, где должно мое сердце забиться. Ну, а если струна оборвется, миг судьбы, раковой миг прощания, Недопетная песня вернется, в чьей-то доброй душе отзовется. В чьей-то доброй душе вернется, В чьей-то доброй душе отзовется. Дни на молодежные, а нас уже ждет станция Мирный. Начальник экспедиции Хабаров диктует четко девчатам немедленно вылететь в Мирный. Если антарктическое лето коротко, они должны стартовать и идти на попол. И двумя маленькими илами мы летим на Мирный. Молодежка провожала грустью. Мирный встречал тихо. Вдруг мы узнали такую вещь. Если на Молодежной половина полярников была свеженьких, Прилетевших вместе с нами с большой земли, То на Мирном были чистые зимовщики. Пятнадцать месяцев за спиной железной зимовки. Глаза пронзительно синие, Взгляд умудренный, Но доверчивость та же, Чистая, ребячья, Подошел ко мне Бородача на Мирном И сказал так, как будто знал меня всю жизнь, Без предисловия. Я здесь шестнадцатый месяц, Первые два она Радиограммки посылала. А потом тишина. Сердце болело. И потом вроде как-то успокоилось. Но вот вы, вы прилетели, Я услышала, Ирина. И внутри бомба разорвалась. Сказал, повернулся и пошел. А я смотрела ему спину И не знала, чем помочь. Ну что я могу ему сказать? А строчки рождались в моей душе. И через два часа Я нашла ему кают-компанию. И так же, как и он, Молча положила ему этот листочек На стол и ушла. Вечером, проходя по коридору, Я услышала тихий звук гитары. Полярник сам подбирал музыку. И мне показалось, Что его глуховатый голос Не просто пел мои строчки, А он лечил свою душу. Любовь молчит, А сердце не остыло. И нежности полна, Звенит струна. И вздрогнув вновь твое, Услышав имя, Покажется, Меня ты позвала. А это осень. Осень постучала. В порыве ветра Веткаю в окно. Ах, если б можно Все начать сначала. Я все могу. А это... И так любовь молчит, А сердце не остыло. Все в памяти отчутливее, Точнее, и я во сне увижу. Облик милый, Проснулась. Пойму, Люблю. Еще сильней. А это снег. С зимы идет рождение. Ну, почему он тает? Первый снег. Держу свою ладонь. Вот такая печальная история И такое рождение песни. Но здесь же на мирном Другая история. Снова откровение. Я не знаю, Почему они тянулись ко мне. Может быть, я была постарше девчат. Может быть, они знали, Что у журналиста За душой где-то И опыт богаче. Но они делились. И я услышала Необычайный рассказ О счастье. Здесь, В мирном, На зимовке, Когда только синее небо И только белый снег. И ничего нет, Кроме холода. Я услышала рассказ Счастливого человека. Эти пятнадцать месяцев Он выстоял, Как и все. Но он выстоял Сильным человеком, Не сломавшимся, Потому что Была женщина С удивительным именем Ольга. Потому что Она посылала ему Радиограмки Всегда, Постоянно, Помня о том, Что ему трудно. Что в имени твоем. Имя Ольга Вытаскивала его В полярные ночи. И, видишь, Невысокого роста полярников. Рассказывал Необудивительно красивой Женщины. И рождалась Снова песня. Она сегодня Звучит в Антарктиде На станции мирной. Романс Ольга. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Вспомни, как это было Мы сошли все мосты Перекрыли дороги Утонули вдвоем Средь пухи И в любви, и в тревоге Ольга, и зима и весна Все едино смешалось Никого ничего рядышком Не осталось Мы покинули дом И дела из столицы Я не понимал Что поймал журавля не синицу Ольга Открываю И глазами твоими Весь мир открываю Ольга Субтитры создавал Dima Вступил день старта Над мирным сток Упрямый сток Ледник ползет Ледник ползет к нам с купола лениво Идут девчата на восток Идут девчата на восток Мы остаемся Сильный пол Мужчины Мы проводили сжав свои сердца Сказал Кузьмич Слова им на дорогу Они ушли Оставив здесь Они ушли Оставив здесь Парижский запах И весны Тревогу А Кузьмич Начальник станции Мирные Дмитриев Николай Кузьмич Вот с такой Белый Пушистый Как у Деда Мороза бородой Увидев печаль В глазах Полярников Щетка сказала Ребята Да они не пройдут Да они вернутся на второй Ну 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 на третий день Ну они вернутся Мы говорим Нет И тогда Кузьмич При всем составе Заявил Если вы пройдете Хотя бы подавину Бороду я свою Сбрею И мы Запомнили Сей наказ Вперед На купол Вот он Синий Блестящий Ползет Прямо оттуда Правда скорость У него маленькая Четыре сантиметра В год Так рождаются Айсберги Но нам надо Идти туда На высоту Три пятьсот Там Где полюс Холода Полюс Недоступности Идем И на пятнадцатый день Так боялись Пройти это место Площадь дружбы Ну что такое Вот так Где площадь дружбы Ну конечно Там ничего нет Тот же снег Тот же небо Но В восемьдесят втором году Здесь впервые встретились Четырнадцатого апреля Два саногучничных поезда Австралийские и русские Вышли ребята Двух стран Обнились Поменялись Рукавицами Шапками Наши достали Спирт Австралийцы Виски Отметили это дело И решили это место Застолбить Но чем Ну чем В Антарктиде Застолбить Фляжка Дорогие Радист Два радиста Помогали нам Кармашек комбинезона На остановке Достанешь И прочитаешь Одна Это моя тайна Это моя нежность Это моя верность И с этим Я иду И вот так На двадцать пятый день пути Развернула я Листочек Из дома И там Такие простые Удивительные слова Твое лицо Не создано Для слез АПЛОДИСМЕНТЫ Твои черты Нежные И безупречные И можно Любоваться Бесконечно Фигуры гибкою Как стройностью Берез Твои глаза Откуда в них Печаль Они должны Блестеть Гореть Задором Я знаю Ты Изменишься Нескорь Не дарит музыку Расстроенный Рояль Забудь Навек Забудь Не вешай нос Все В этой жизни Жизнь И проходит Ты улыбнись Удача Рядом Брони Твою лицо Не создано Для слез И все Тебе О счастье Говорит И молодость И красота Чудная Но что с тобой Прости Не знаю Попробуй Попробуй Плохое Схоронить Твои глаза Откуда в них Печаль Они должны Блестеть Гореть Задором Я знаю Ты Изменишься И скоро Не дарит музыку Расстроенный Рояль Забудь Навек Забудь Не вешай нос Все В этой жизни Жизнь И проходит Ты улыбнись Удача Рядом Брони Твоё лицо Не создано Для слез Твои глаза Откуда в них Печаль Они должны Блестеть Гореть Задором Исполниться Нескоро Твоё лицо Не создано Для слез Ты улыбнись Удача Рядом Брони Твоё лицо Не создано Для слез Ты улыбнись Удача Рядом Брони Твоё лицо Не создано Для слез Твоё лицо Твоё лицо Аплодисменты 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 Сороковой день Нашего пути Восемьсот километров Позаде И мы вспомнили Клятву Заверения Кузьмича Ведь обещал Светланка Говорим мы Радиски Отстучи-ка В мирный Радиограммчик-то Восемьсот километров Позаде Отстучала Светлана Свой текст Через два часа В синем небе Самолёт Круг пошёл На второй И на снег Два мешка В одну Ящик халвы А в другом В бородаку Сначала Держал Слово Начальника Станции А мы Снова Вперёд Ещё пять дней В дороге Одна мысль Баню 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 45 лет Баню Баню И вот она Первая Станция У нас На дороге Два Болочка В белой Пустыне На высоте Три Пятьсот Давление Четыреста Двадцать Температура Минус Сорок Пусть И на встречу Бегут Шестеро Бородачей Весь Состав Станции И словно Зная Чём Мы Думаем Кричали Девчата Есть Для вас Баню Полтора Тазика Воды Каждый Мы Шли Они Кололи Лёд Мы Шли Они Крутую Вели Воду Когда Я Увела Ту Станцию Сжалось Что-то Внутри Ну Не Ожидала Я Что Будет Она Такой В Радусе В Семьсот Километров Никого Чайка И Та Сюда Не Прилетает А они Зимуют А они Работают Зачем Спросила Я Ребята И Они Сказали Видишь О Проходит Снежная Полоса Это Наш Аэродром Летит Пилот Летит С побережья На Купол Но Лётчик Должен Знать Что Посередине Есть Спасение И Вот Ради Этой Мысли Ради Этого Выражения Верности Дверь Что Случилось Ради Крутил Ручки Аппаратуры И Они Все Смотрели В Этом Направлении И Мелькнула Мысль Там На Большой Земле Что-то Случилось Но Мы Давно Уже В Антарктиде И Скрылся Гриппы Шум Вдруг Порвался Женский Голос И Все Стало Ясно Говорит Ленинград Это Был 89 Говорит Ленинград Мы Начинаем Передачу Для Полярников Антарктиды Голоса Родных 500 Полярников Зимует Ежегодно На Шестом Континенте Раз В Месяц Сорок Минут Идет Передача Голоса Родных И Никто Не Знает Чья Жена Чьи Дети Чьи Родные Там На Невском В Радиостуде Но Ждет И Верит Каждый И Эти Шестеро Ребят Одимовавшись Отмучившись Так же Ждали Услышать Родной Голос Пошел Отсчет Время Десять Двадцать Тридцать Минут Казалось Я слышу Как Бьются Их Сердца Но Нет Не И Их Жены Не Их Дети Тридцать Пять Минут И Вдруг Диктор Сказала Минуточка Печальный Чужим Тридцать Вина Двигла Полису Холды О том Каким Был Этот Поход О том Какими Мы Были В этом Походе О том Что С нами Происходило Все В моей Книге Тайна Экспедиция Минут В походе Я думала Вот Шагнем На поле С холодом И я Все Забуду Вернусь Я в тепло Под крышу Буду пить Настоящую воду Есть Настоящий хлеб И забуду И когда Нас Самолетными Спустили На станцию Мирной Я увидела Впервые Ночное Небо В Антарктиде Таких Произительно Чистых Таких Огромных Звезд Я не Видела Никогда Это Тоже Дарь На Антарктиде Южный Крест Смотрел На меня Спокойно И Сдержанно Оценивая Имела ли я Право Говорить Теперь Об Антарктиде Звезды Разговаривали Со мной И я Думала То Что у каждого Из нас Где-то Там А может Здесь Она В Антарктиде Это Моя Звездочка Которая Гори Гори Моя Свиста Гори Гори Моя Звезда Звезда Любви Примет Твоя Ты у меня Одна Совет Моя Другой Не Будем Никогда Ты у меня Одна Совет Моя Другой Не Будет Никогда Звезда Любви Звезда Молшебная Свиста Прошед Живучий Дмей Ты Будешь Вечер Несомневная Души И Цепут Семь Моя Моя Ты Будешь Живучий Несомневная Душей Звученной Моей Чем 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Нет, на суд совести всех призовёт. Голубая страна, почему тебя вижу седою? Может, мудрый с веков или тёмное это стекло? Голубая страна, вот уеду и точно поверю, Свет небесный твоих никогда не сбываю их слов. Нет, не так, всё не так. Да и в сны Антарктида не верит, Жёстко стелит, взаймы доброты не даёт. Приверяя на прочность, со временем всех нас поделит. На порядочных нет, на суд совести всех призовёт. Немножечко опоздали радисты, Так хотела я показать слайды под артист творения. Давайте, ребята, хоть ещё разочек покажем. Только небо и снег, только ветер, То позёмка, то сразу метель. Я, мечтаю с тобой расстаться, Говорю вслух, в разлуку не верь. Ты невеста моя, Антарктида, Только замуж тебя не возьмут. Ты упрямо, коварно, сердито, А нежность и ласку люблю. День наступит здесь так до полгода, Но полгода полярная ночь, И уныв печали с тобой похожи. В одиночестве тоже тучь, тучь. Мне не скинуть фаты белоснежные, Твоего не увидит лица. Ты не требуешь верности клятву, А я верю тебе на голосование. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ КОМЕДИЯ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А вы знаете, в Антарктиде, когда мы шли туда станут всемирные ветеорубки, 7 декабря завели мы такой вот, ну как вам сказать, такой вот маленький горшочек, вот так, у нас были земли, какие-то семена, короче, они вылетели во время похода, пока вышли 64 дня цветучие, но он расцвел, и когда мы пришли на восток, мы прилетел самолен, и там был пакетик, и у него была веточка, и когда мы эту веточку дарили, знаете, вот я сейчас держу ваши цветы, огромное вам спасибо, и прекрасно, все цветы, чаровать, и просто вот ту веточку я буду хранить всю жизнь, ведь ее вырастили в Антарктиде, правда это здорово, вот такой подарок. А сейчас несколько минутчик, я попросили из зала ответить на вопрос, я очень рада их услышать. Есть вопросы? Скажите, пожалуйста, а где грелись? Грелись? Ну, во-первых, грелись, я говорю о том, что тайну-то не хотите почитать, экспедиции, да. Вы, наверное, уже догадались, что 64 дня пройти 1410 километров без страховки, это невозможно. Например, когда мы вступили в полосу жестоких ураганных ветров, и когда нас, девчата, разметало, улетел даже первый пуховый, зубковый пуховый мешок в спальне улетел, то нам на помощь пришел салогусничный поезд. И полярики буквально нас втаскивали в эти машины. И, конечно, они были седая рядом. И вода, доставали воду, это она нам, они не рубились в них, растатливали его. И грелись мы у них, да вот, когда пришли сильные морозы. И вообще без этой полярной помощи, наверное, мы бы не выдержали. Потому что все прошли через горную болезнь, все прошли через обморожение, мозоль. Ну, все это была чепуха по сравнению с коварством Антарктиды. Вот такой вот он материк, непредсказуемый. Но мне повезло на Новый год, перед Новым годом, за 30 минут, когда я вышла в Антарктиду, чтобы мысленно-мысленно вот сюда, на ее большую землю, послать свои пожелания родным и близким, то в небе вспыхнули антарктические галлы. Это радуга в небе накануне Нового года. Две минуты поиграла и исчезла. Говорят, полярники — это большой подарок судьбы. И мне удалось это увидеть. А согревались мы вот таким вот образом, честно говоря. Температуры были так. Когда мы стартовали, то не очень. Вот даже в этом юнике, вы прочитаете, на самом станции Мирной здесь было до 5 градусов мороза в день старта. Мы шли, например, нам было так жарко, что вначале сняли куртки, потом мы сняли свои спортивные костюмы, потом мы сняли футболки. И вообще мы же топали так вот. Понимаете, так было жарко. А уже ближе к полюсу холодно. Но мы продолжаем все равно потираться снегом. Но там оботрешься снегом, он быстро замерзает. А оденешь рубашечку, он пустает. Потом высохнет. Так нормально. Еще вопрос. Что-то вы как-то скромны с вопросами. Да я себе на тебя отвечу. Простите за честь такой геренеческий вопрос. На каких лыжах? Лыжи у нас были потрясающие. Правда, у нас капитан команды потом после похода во всех интервью писала, что мы шли на наши мукачевские лыжи. Но это была неправда. Мы шли на подарки. Подарок нам прислали из Парижа. Замечательный путешественник, француз Луи Этьен. Узнав о нашем походе, прислал нам 10 пар замечательных лыж рассеньюли. А они были легкие, прочные, с прослойкой. И вы знаете, они выдержали без единой царапины, без никаких мазей, ничего не надо было. Они шли, работали. А вот питерская судоверфь делала нам нарты. И для того, чтобы мы еще поверили, они даже сверху на нарты написали пластик. Вы знаете, написано ему верить. А уже на 4-5 день мы увидели, что это пленочка, она слетела, а там деревяшка. Обманули нас на судоверфье. Нехорошо это. Вот такие дела. А лыжи были очень хорошие. На моих стоял номер 3 и три буквы. ВПШ. Валентина Петровна Шарова. Почему ВПШ? Это не по именованию учебного заведения? На полюсе, значит, мы должны были до минус 50 все-таки добраться. Почему? Кончалось антарктическое лето и начиналось резкое снижение температуры. Хрупок металл у самолета. При более низкой температуре они уже не летают туда. Учитывая, понимаете, отсутствие кислорода, разреженность, пониженное давление, поэтому нас очень торопили. И мы даже до минус 48. Это был предел. Вот. Больше всех у нас была поморожена родительская Светлана Зубкова. Ну, потому что она раскручивала свои проводочки, срывала и шарф, и маску. И у нее постоянно был этот, знаете, черный, вначале пузырь, потом черный круг, потом все это облизало. Но она, в общем, так, все это мужественно переносила. А сейчас как она? Замечательно. Такая же красивая, как и была. Скажите, пожалуйста, какое самое яркое впечатление у вас осталось? Самое яркое впечатление? Вы знаете, страшное или хорошее? Что и другое. Потом, я не случайно сказала, у нас был однажды очень страшный момент. Вот мы идем, вот вы представьте, 10 женщин, и тут они к Уськову. Значит, на нас синие, красных, это мы снимались, понимаете, на старте, перед финишем, одевали все красное для, ну, сами понимаете, для красоты. А так мы шли в полярной одежде, синий комбинезон, вот, и синюю, такая ветровка с капюшоном огромная. Я не знаю, я самая маленькая в команде получила самый большой костюм. То есть у меня, понимаете, какой был комбинезон? Если лямки подтянуть так, чтобы откуда расходятся штаны были на том самом месте, то нагрудник закрывал меня вот так. Если опустить лямки на плечи, то вот это самое место было на уровне колен. Капюшон, если его было опускать, то он вот так меня прикрывал, а кончался где-то здесь. И когда я все это одела, то, конечно, у нас танцы смеялись здорово, а девчонки мне сказали, ну, а что тебе вот там, где-то, господи? Вот там же никого, кроме нас. Вот. И идешь еще, для того, чтобы не дышать холодным воздухом, мы шарфу обмакивали себе рот. Здесь горнолыжные очки, здесь шарф, здесь капюшон, ну, в общем, как в прятанном взрыве. Страшные такие. И, конечно, не разговариваешь, идешь. Ну, а что тут разговаривать-то? И не вот по пояс. Идешь, молчишь, о чем ты в своем думаешь, сочиняешь, пишешь. Сам с собой, в общем, общаешься. И вот, представьте себе, день-день ской. Синее небо, белый снег. Идем, 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 пучком на лыжи, как положено. И вдруг остановка. Но вот все сразу. И страх. Но ведь знаем умом и сердцем, мы знаем, здесь никого нет. Даже пингвин сюда не придет. И чайка не грядит. И людей здесь нет. Ну, нет здесь никого. Страх жуткий у всех. И не поймем, в чем дело. Стоим, понимаете, вот оцепеневшие от страха. И вдруг Светка Зубкова подняла голову. А-а-а! Мы подняли голову и все 10 человек. А-а-а! А там дыра. Вы не представляете. В синем небе огромная черная дыра. Так вот из этой огромной черной дыры веяло ужасом. То есть какая-то дьявольская непонятная сила действовала на нас оттуда. И страх шел оттуда. Через 2 минуты горизонт был чист. Побежали прямо с краешка горизонта, помчались в эту дыру облака. Они втягивались как насосом туда. Эта чернота работала. Она высасывала воздух. Мы стояли минут 20, а не имев от этой непонятной, необъяснимой. Понимаете? Мы не знали, что это такое. Ну, потом мы говорим, может, озона. Ну, озона, дыра, синее небо. Там, говорит, прослойка вот как-то вот. Здесь чернота. Потом спрашивали на станциях. Никто из полярников это никогда не видел. И вообще нам сказали, не надо об этом пока говорить. Вот мы поедем, пока и молчим. Но дыра-то была. И мы ее 10 человек видели. В Антарктиде. Правда, было еще одно объяснение. Нам говорили, что космические корабли, которые проходят через полюсы, вроде так немножечко нарушают нашу атмосферу. Из-за этого утончается озона и слойка. Я не ученый. Я не знаю. То, что я видела, я и говорю. Потом круг замкнулся, и опять было чистое, провязательное, синее небо. И ничего. И мы пошли дальше. И это был страшный момент. А счастливый момент, когда получаешь радиограмму. Не знаю. Для меня это прям сразу Новый год наступал. 8 марта, день рождения сразу. Маленькая, с большой земли, радиограммка и все. Я прям вот. Вот она вот здесь в кармашечке. Ее 20 раз прочитаешь, пока идешь. И как-то и так слово значит. Так. И еще хлеб. На станции Восток. Каравай хлеба. И вот когда мы пришли, я вцепилась в этот каравай. Вы даже не представляете. То есть я его ем и ем. Вот полярники. Мне говорят, что это что в самом деле. Вам такой обед приготовили. Почему этот хлеб-то выплешь? А он мне казался, ну вот, самым вкусным. Это было такое счастье, вы не представляете. Хлеб, тепло и вода. Да, вот есть такие вещи, которые начинаешь ценить. Еще вопросик. Размер дыры? Размер дыры? Нет, никак, она больше. Ну что вы. Нет, большая дыра-то. Вы думаете, что там вот такая, что ли? Мы бы ее не увидели бы. Ну, может быть, даже как больше, чем люстра, я бы сказала. Вы знаете, было такое чувство, что это не просто даже дыра, а какой-то коридор черный. Вы понимаете? Живой. Живой. Это не просто чернота. Вот, понимаете, как мы выходим в плохую погоду ночью, и звезд не видно, и кажется темно. Это совсем другое. Она была живая, эта темнота. Ну, не знаю, у меня было такое чувство. А? 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 Нет, ну, мы все одинаковые. Мы же обменили своим мнением-то. Понимаете, это же... Никто на одной ножке при этом не прыгал от радости, конечно. Мы все смотрели туда. А вот. Ну, это тайна, загадка. Может быть, еще до нее доберутся. Какие еще вопросы? А на станции Амон-Дзену у вас были? Нет. Нет. Значит, на каких станциях мы были? Молодежная, Мирная. Пионерская уже была закрыта, когда мы у нее проходили. Я сносил уже снегом. Комсомольская и станция Восток. Потом снова на Мирную, снова на Молодежную. И домой. Через Африку. Нет, не так близко. Туда лети. Только лететь. Медики? Ой, у нас было пятеро врачей в команде. Они даже медицинскую программу не выполняли. Кололи нас каким-то лекарством. В общем, испробовали на нас ловое лекарство для почек. Брали кровь из вены почему-то. Потом мы узнали только на станции Восток, что нельзя в Антарктиде сдавать кровь. Что она там вроде как-то не восстанавливается при разряженном. Ну, не знаю. В общем, у нас вот так. Было пятеро врачей. Да. Разных. Вы понимаете, что мы говорим? Если говорить об адаптации, мы же шли с побережья и подбирались к полюсу холода тихонечко. Вот если бы нас взяли на самолете, я уверена, мы бы долетели до станции Восток и нас бы высадили. Я думаю, с нами было то же самое, что и с полярниками. Ведь они когда туда прилетают, большинство из них оказывается в баракане. Настолько сказывается разряженность, низкое давление и низкая температура на человеке. То есть кровоизлияние в мозг, слепота – это частое явление. И там не случайно две мощные баракамеры, в которых стабилизируется и давление, и потихонечку, потихонечку вот как бы подводят его. А мы же шли, подбирались к этому давлению. И то через... Не миновали горные болезни. Практически все. Это когда, вы знаете, ни сидеть, ни стоять, ни лежать не можешь. Когда выворачиваешь на изданку, когда еда вообще на нее не смотришь, когда пьешь одну воду. Ну, в общем, это, конечно, мучительность станет. Но через него надо проходить, и все равно уходит. Вот. А белых медведей в интерфиде нет. Там пингвины. Расскажите, пожалуйста, про животный мир. Животный мир там потрясающе. Пингвины, значит, на молодежной маленькой, но мне по колено, на дыльничке. Очень любопытные. Умолча излучайная. Бегают по станции. Если играют в футбол, в полярнике там обязательно выскочит на поле и адылька. Любопытная она очень. А на станции мирные, императорские, еще называют королевские пингвины, ну, они где-то не по плечу будут. У них вот такой здесь золотой оботок. Так вот, императорские пингвины потрясающие. Они, вы знаете, они умнее и добрее нас. Значит, в начале яйцо, вот они же из яйца появляются. Вот это большое яйцо забирает папа. Вообще, в начале их все не так. У них в начале любовь. У них в начале любовь. Он встречает ее. Они очень долго стоят друг перед другом. В общем, у них такие какие-то движения там друг у друга происходят. вот, и все. Если они нашли друг друга, они до конца жизни, до конца жизни, потом появляется яйцо. Это яйцо у нее забирает он. и он носит его. И он не имеет права его положить на землю, на снег, то есть, чтобы температурный, вот понимаете, не нарушился баланс. А она в это время жирует. Она в океане кушает рыбку, ловит. Она себя откормлюет. Она готовит тебя. Потом, когда он совсем уже из него гарит, появляется она и тоже забирает это яйцо. Он уходит туда же, в океан. Потом появляется пингвиненок. Он весь пушистый, мягенький. У него нет перышков. Это потом будет на каждом сантиметре 400 перышек. А начале пух, мягкий. И у него кожица на лапках очень чувствительная и к холодной вообще. И тогда появляется опять он, папа. Ребенок становится к нему на лапы. И они ходят вдвоем. Пока не окрепнут эти лапы. Когда лапы окрепли, то ребенка сдали в детский сад. Да. Настоящий детский сад. Значит, впереди идет воспитательница и сзади. Родители уходят за рыбой. Они же кормят из клюва. Понимаете, сюда вот забивают себе зуб. И потом приходят и кормят вот этого своего ребенка. В детском саду они разгуливают целый день. В основном они катаются с горок на животе. Очень любят это занятие. Потом приходят родители и их разбирают. Бывает, что в океане на пингвине нападает тюлень. Тогда сироту берет другая семья. Они не бросают их. И у них этот закон верности, любви, отеческой опеки и воспитания очень хорошие. Вот такие вот они, пингвины. из-за того, что пингвин появляется на боже свет из яйца, который так долго вынашивают, они вот придерживают его себе, запрещено на станциях держать собак. Вот я сказала, был единственный Степан. Ну, он очень плохо двигался. Но зато на станции мирной был единственный кот. А на станции молодежной была единственная кошка. и когда кот. А кот потрясающий. Вот такая вот шерсть. И кот очень уважаемый член полярной станции вот этой. Когда они прощаются со станцией полярной, они фотографируются на большую, как в школах мы раньше, знаете, фотографии. Вот в кружке лицов, в кружке лицов пишут командир, капитал, штурм, радист. И последний на станции мирный кот. У него свое место. Так вот, когда он повзрослел, мне рассказывали полярники, они собрались на свой совет. Кот взрослый, нужна кошка. Вызвали самолет с молодежью. Кота отправили туда. Через неделю попросили вернуть кота. Еще месяц прошло, решили, ну что ж, кот, ну ладно, мы все-таки, мы-то люди, а чего он мучается, надо еще раз сделать это. И кот исчез. Но от всего два дома на станции нет кота, ну нет его нигде. Все перевернули, и кис-кыс, и так, нету, улетел самолет, кот вышел. Полярники обсуждали этот вопрос. Было первое мнение такое, коту не понравилась дама. Другое мнение было иначе, значит. Полярники сказали, верит, так вот у них как-то логически вышло, вы, мужчина, тут без женщин, ну, ну и я как-нибудь обойдусь. И вот они как-то вот это мнение закрепили и зауважали кота окончательно. Он имел полное право выбирать себе каюту на ночь, то есть ходить по станции там, где вот он хочет. И еще на станции мирной была еще одна живность. Это привезенный тайком из Африки попугай. Я когда узнала, страшно выпрашивала просто ну покажите мне, ну покажите мне попугая. И они все время говорят, что вот нет, он болеет, он куда-то исчез. Ну не показывали и все. И когда мы только вернулись с похода с новой мирной, я опять начала ребят, они говорят, значит так, Валентина, покажем только тебе одну, ну дай слово. Все, что там услышишь, не говори начальнику станции и повели меня к аиде. Открыли, толкнули, закрыли. Вот на таком кольце сидел потрясающий красоты очень большой попугай. И знаете, как вот Хазан делает, вот он повернул свою мордаху, тут у него глаз скрутанулся, он посмотрел ими, а дальше он выдал такое. То есть, вы знаете, я, конечно, тоже все слова эти знаю, русский хорошо, но у него были не просто слова, у него был замечательный такой железный набор и все логически было связано. И я узнала, что думают полярники о поваре, о главном кладывающем спирт, и почему начальство на станции пьет спирт, а им не дают. Понимаете, попугай все это рассказ, то есть, и он без передачки что-то выдавал. То есть, я ему как-то понравилась, как новая слушаница. Вот так я и вывалилась из этой вот каюки. Ну, слово дала, молча, так и молчу, а он там. Его же назад не вернешь теперь, он теперь так и будет набираться опыта от станции к станции, от экспедиции к экспедиции. Вот такой вот. Какие еще вопросы? А где мы ночевали в походе? Хорошо, что вы не спросили с кем. Ночевали, половина команды у нас ночевала в начале похода в палатке до станции Комсомольская. По очереди в палатке. То есть, стелились у нас были такие подушки космические. Ее если руками потрешь, то в руке тепло. На нее меховые мешки, а в пуховые залезали. И, кстати, в палатке было очень тепло. Очень тепло. Надышать девчата тепло. Потом даже вырезали из мешков. Вот. Палатка немножко у нас подпалилась. Там по отделениям, понимаете, в ней спальный отдел, кухня. И вот кухня у нас подпалилась немножко. Записочка есть. Кто был спонсором? А у нас не было спонсоров. Это вшел последний год советской власти. Если вы помните. и нас спонсировали профсоюзы. Вот. Всю дорогу. Так, дорогие мои, у меня сразу и вопрос, и просьба. Ну, во-первых, я чувствую, все-таки надо ее почитать. Книга-то уникальная, и всего полторы тысячи экземпляров. Больше ее не будет. Не осилил посредством. Вот. А вопрос здесь такой, значит, вас с Владияром связывает творческого или еще что-нибудь? Вот сразу видно, что не все даже перелеснили эту книгу. А в этой книге, кроме рассказа о походе, есть и стихи. И начинаются они, если вы позволите, я вам скажу, есть голос золотой в России. От Бога светлый, чистый дар ты обладатель, владеяр, мой друг и муж мой незабвенный, за твой характер откровенный, за твой талант и силу духа, за то, что мы нашли друг друга, за все тебя благодарю, благодаря, благотворю, я счастлива идти с тобой, мой соловей, ты только бог. И сейчас вот я спою для вас. Шарова, конечно, поскромничала насчет своей книги, вот, но я, как муж, не могу говорить, насколько эта книга хороша, просто я знаю, что вот одна дама прочитала и говорит, это детектив, да, детектив, это отношение между людьми в экстремальной ситуации, тем более, представляете, 10 женщин, представляете, выжить в такой экстремальной ситуации, среди 10 женщин и выжить вот в таком коллективе, ну, естественно, книга сначала не печаталась, потому что просто ее не печатали, потом была проблема уже, когда уже ее можно было печатать, проблемы были с деньгами, ну, а сегодня уже вот проблема решена минимальными, как говорится, затратами, вот полторы тысячи экземпляров, книга вышла, в ней рассказана вся правда экспедиции, и когда узнаешь, что происходит в таких экспедициях, то сразу начинаешь оценивать все иначе, ну, так, это маленькое вступление, с поверью несколько романцев, если вы не возражаете. Я сегодня пел несколько своих песен, ну, как Лядова народная артистка, композитор говорит, у меня вообще-то песен где-то около трехсот, ну, дай бог, тридцать, удачные, ну, вот, романс, который я сейчас исполню, я считаю, это моя удача, написан он на слова Сергея Есенина, эх, вы сами, а кони, кони. Эх, вы сами, а кони, кони, видна, черт вас на землю принес, с лихватском степло разгонит, колокольчик хохочет до слез, ни луны, ни собачьего пустыря. В стороне, вдалеке, в пустыре, поддержить моя жизнь удавая, я еще не навек постарел. Пору, я мчу, напереком этой ночи, хочешь сам я тебе подпою про лукавые девичьи очи, про веселую юность мою, про веселую юность мою. Эх, ты, волос, заломишь шапку, да заложишь в оклопли ханя, да бляжешь на сетах охопну. Вспоминай лишь, как звали меня, и откуда пролаз осанка в полуночную тишину. Разговорчивая ольянка уговаривала гнянку. Пой, юмщик, наперекор этой ночи, хочешь сам я тебе подпою про лукавые девичьи очи, про веселую юность мою, про веселую юность мою. Все прошло предел мою волос. Конь издох, опустел наш двор, потеряла тольянка голос. разучившись вести разговор, но и все же душа не остыла, как приятный мне снег и мороз, потому что над всем, что было, колокольчик, хокочек, до слез. въист ну и все же му-воя, ну и все же но и все же equipment, му-воя, так и все же Gesetzине, Хочешь, сам я тебе подпою, про лукавые девичьи очи, про веселую юность мою, про веселую юность мою. Хочешь, сам я тебе подпою, про лукавые девичьи очи, про веселую юность мою, про веселую юность мою. Спасибо. Старинный русский романс только раз. Сейчас Володя приставит дискетку. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Только раз бывают в жизни встречи, только раз у него умеется нить. Только раз в холодный серый вечер мне так хочется любить. Субтитры подогнал «Симон» Только раз бывают в жизни встречи, Только раз в жизни встречи, только раз в жизни встречи, Только раз в холодный серый вечер мне так хочется любить. Субтитры подогнал «Симон» Только раз в жизни встречи, только раз в жизни встречи, только раз в зоне обои рвется и... Только раз в холодный серый вечер мне так хочется любить. Это хочется влюбить. Спасибо. Не устали еще? Потому что я вас задерживаю. Следующий, пожалуйста. Спасибо. В том саду, где мы с вами встретились, Ваш любимый куст Хризантем расцвел, И в моей душе расцвело тогда чувство яркой, нежной любви. Отцвели душ до внук, Хризантем и в саду, На любовь все живет, В моем сердце больно. Опустел наш сад, Глаз давно уж нет, Каким брошу весь измученный, И невольные слезы катятся Хризантем, Предвядшим кустом и замен. Хризантем. 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 Вольна, но любовь все живет, в моем сердце больна. Спасибо. Володя, 22-й, включи, пожалуйста, 22-й, емщик, емщик, не годись на судей. Как грустно, туманно, кругом, тосклив, безотранен мой дух. А прошлое кажется взлом, томит она на лежую грудь. Емщик, не годись лошадей, мне некуда больше спешить, мне некого больше любить. Емщик, не годись лошадей, как жажду средь врачных ранил, и смерть забыть и уход, но память мой злой властелил, все будет мигустрое даль. Емщик, не годись лошадей, мне некуда больше спешить, мне нет того больше любить. Емщик, не годись лошадей, все было лишь ложь и отман. Прощайте мечты и покой, а боль не закрывшихся вал останется вечно со мной. Субтитры создавал DimaTorzok Япсик, не гони лошадей, Мне некуда больше стешить, Мне некуда больше любить Япсик, не гони лошадей. Спасибо, спасибо, ну вот перед тем, как закончить свое выступление, я расскажу такую небольшую байку, я всегда рассказываю о своих концертах, ну может кто-то слышал, ну здесь я не выступал с такой программой, здесь я выступал только с классической, так что вы это слышать не могли. Как-то в Севастополе, это было 3 года назад, значит, я встретился с артистом Театра Ромэн, такой Николай Голубенко, ну это была бригада гнева и морского флота, Москонцерта, вот, были известные артисты, и вот он меня спрашивает, говорит, Владимир, ну как раз очень довольно-таки часто меня показывали по телевизору, он говорит, у тебя накануне, то есть вот где-то за полгода, может за год, он говорит, ну у тебя все в порядке, вот модные слова артиста, башлей навалом, концертов навалом, я говорю, нет, ничего, он, как нет, я говорю, ну так, так вот, я говорю, нет, он говорит, не может быть, я говорю, ну как, вот так же, я говорю, мой приятель, Володя Заграднюк, подошел, говорю, как-то я встретил около России, зала концертного, Махмуд Исамбаев, он говорит, Махмуд, посмотри, Владеян, вот, представляешь, такой голос, да не в качестве жалобы, такой голос, и ты, представляешь, не дает петь, Махмуд, он же мудрый человек, чеченец, чеченцы все мудрые люди, он говорит, ты должен был бы немножко похуже все-таки петь, тогда бы тебя почаще приглашали. Ну, я к чему говорю, я говорю, потому что, я говорю, вот, Николай, придется к вам идти в роман, он, давай, давай, я говорю, ну да, у вас у цыган своя очередь там наверняка, я говорю, куда же мне русскому еще там пробиться у вас в роман, он говорит, ты знаешь, о Сличенко я тебя спрашивал, я говорю, а при чем Лис Сличенко, он вообще, я с ним даже не знаком, он, говорит, нет, он, я спрашивал, как-то спросил, он мне, говорит, Николай, тут, говорят, какой-то бас появился, я не знаю, кто он, цыган или нет, владеян, ты знаешь, кто это такой? Он говорит, я не знаю, я знаю, что он учился в Рижской консерваторию, закончил, учился в Риге, вот, а потом уже сюда вот переехал, Сличенко постоял, подумал, да, рижских цыган я плохо знаю. У меня очень хорошее отношение с цыганами, и они уже отдали мне на всех официальных выступлениях, если я выступаю вот где-то, они уже отдали мне петь всегда «Очень черный», так что я вас сегодня спою в заключении «Очень черный». АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ПЕСНЯ 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 Эти чёрные, очень страстные, очень жгучие и прекрасные. Как люблю я вас, как боюсь я вас, знать увидел вас, я не в полный час. Спасибо. 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 Я вас поздравляю. Поздравляю с тем, что вы создали такую замечательную книгу, что вы написали такие хорошие стихи, что вы проделали такой сложный путь. Вы замечательные, вы мужественные, вы прекрасные. Я считаю, что Бог под наслугом вас наградил таким прекрасным мужем. Спасибо, Сергей Анатольевич. Спасибо, Сергей Анатольевич. Спасибо. Спасибо. Мы, Савачка, услышали и с прелестным исполнением Сергея Анатольевича вашей песни. Благодарим вас за этот вечер. И дай Бог вам успехов и дружбы с Домом ученых и еще много встреч с вами. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Друзья, меня не простяюсь. Так что... Володя подойдет. Спасибо вам большое. Спасибо. Я думаю, что мы скоро увидимся. У меня приближается юбилей. И я думаю, что я обязательно сделаю, может, один точно концерт в Доме ученых. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Сейчас выступил человек, которого я очень уважаю. И имя его я услышала именно тогда, в 58-м году. Очень прошу сюда нашего дорогого Фёдора Дмитриевича Поленова. Аплодисменты. Спасибо. 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 Там записочка. Нам с ним довелось там именно познакомиться впервые. И после этого нас связывала многолетняя и довольно тесная дружба. Он подолгу бывал в Поленове. Потом это был такой Тарусский период его творчества. И потом уже была разобщенность географическая в связи с тем, что он переселился в Абрамцево. В Абрамцево, где мне у него пришлось быть всего лишь несколько раз. Но переписывались тоже нечасто. Вспоминая это время, должен сказать, что Таруса тех времен, конца 50-х, начало 60-х годов, очень и очень отличалась от современной Тарусы. Я бы сказал даже, наверное, в лучшую сторону. Жизнь там как-то строилась на контрастах. Тогда еще были живы старые Тарусяне, которых сейчас, естественно, нет уже среди нас. Тогда приходило в литературу новое молодое поколение очень талантливых людей. Ну, таких как Евтушенко, Акуджава, Белла Ахмадулина, Андрей Вознесенский и многие другие. Юрий, безусловно, принадлежал к этому молодому поколению и занимал в нем несколько, я бы сказал, особое место. Поколение, как сейчас принято говорить, шестидесятников. Мне повезло в том отношении, что мне пришлось довольно тесно общаться со многими людьми, со многими Тарусянами тех лет. Тогда еще был жив Паустовский. Была, естественно, жива, совсем недавно ушедшая из жизни Анастасия Ивановна Цветаева. Были живы многие люди, но сейчас уже, конечно, нет ни Паустовского, ни Цветаевой, ни Акуджавы. Нет Никиты Толстого, с которым его связывала тесная дружба, которой, как я заметил, он очень дорожил. Наша с ним тогдашняя жизнь и тогдашнее общение достойно, так сказать, отдельного разговора. Сейчас я не буду об этом ничего говорить. Я хотел просто сказать, что здесь сейчас присутствует вдова Казакова. Тамара Михайловна, вы здесь сейчас? Здесь уже здесь, да. Недавно только вышел вот этот вот журнал «Мир Паустовского», еще, так сказать, свежей, вот типографской краски. Здесь опубликованы, в частности, мои воспоминания о Казакове. И я бы хотел, Тамара Михайловна, вам это вручить. Ну, последнее, что я хотел бы сказать, пожалуй, это мысль, который однажды высказал Юрий Павлович Казаков мне в таком разговоре, как говорится, тет-а-тет. Он сказал, что ты знаешь, у него такая характерная была очень манера говорить, старичок, заикался слегка. Я говорю, ты знаешь, старичок, ведь теория Эйнштейна, она очень относительная. Я говорю, в каком плане? Ты понимаешь, через одну руку пожатия можно встретиться с людьми начала 19 века. И я это вспомнил, когда вот от покойной Анастасии Ивановны Цветаевой узнал, что ей, так сказать, в жизни повезло в том отношении, что она общалась с людьми, лично знавшими Пушкина. То есть одно руку пожатия. Мне довелось общаться с людьми, которые помнили руку пожатия Тургенева. Сейчас современников Казакова, увы, к сожалению, становится все меньше и меньше. И я бы хотел сказать, что тепло руки Казакова я, как ни странно, до сих пор чувствую и испытываю. Думаю, что буду его испытывать и до конца своей жизни. Собственно говоря, больше я, пожалуй, говорить ничего не буду. Хотел бы благодарить всех за то, что здесь собрались люди, причастные к этому делу. Ну и хотел бы вспомнить слова давно уже забытого, к сожалению, писателя, я имею в виду Бруно Есенского, который говорил, никогда не сторонись друзей, в самом худшем случае друг тебя предаст. Никогда не бойся врагов, в самом худшем случае враг тебя убьет. Всегда бойся только равнодушных, ибо равнодушие и только оно одно порождает любые преступления, начиная от предательства и кончая убийством. Мне думается, что здесь сейчас в этом зале нет ни одного равнодушного человека. Спасибо за внимание. Представляю это слово писателю и товарищу Юре Казакова, человеку с какой-то удивительной профессией, военно-морской врач-эпидемиолог Юрий Пахов. АПЛОДИСМЕНТЫ Воспоминания вообще явление сложное. Очень часто